Доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик и так на этой неделе стало известно благодаря расследованию амита сегаля о том что военная прокуратура постановила не уничтожать боевиков или даже так называемый в кавычках минных жителей которые участвовали в резне 7 октября в случае если они не принадлежат не хамасу не ислам не исламскому джихаду надо отметить что более 15 террористических организаций нападала на израиль 7 октября и соответственно они все несут ответственность за это но военная прокуратура которая в головах которых непонятно что решила что это не так что нужно будет не точечно убивать и если есть информация спецслужб или армии не уничтожать в случае если нету доказательств того что у них и дальше есть намерение убивать евреев надо отметить что этот абсурд который происходит сегодня и абсолютно непонятно по какой причине военная прокуратура промытая наверное абсолютно левая прогнившие военная прокуратура решает таким образом не наказать тех виновных и не отомстить им а соответственно преследование всех как это было изначально объявлено военным руководством и соответственно и правительством преследование всех кто участвовал 7 октября и соответственно военная прокуратура нарушает те постановления которые были изначально и мы видим что сегодня доказать доказательство того что человек мирный житель или того то что он не планирует убивать евреев при это абсолютно абсурд потому что изначально ислам и соответственно те кто нападали 7 октября изначально изначально знали что они делают и делали это в рамках религиозных порывов и и как мы понимаем хамас это религиозная организация который ставит целью своей доктрине уничтожение израиля и соответственно выбросить нас в море как они это утверждают я если не получается в море то делать то что они делали 7 октября соответственно все не несут ответственность и и вот то что военная прокуратура пытается быть таким вот моральным моральной структурой в кавычках естественно показывать всему миру что они вот такие вот хорошенькие это на ценой и кровью на наших солдат ценой крови наших граждан соответственно прежде чем менять ситуацию как они сейчас этого пытаются добиться правительства и левые пытаются призвать религиозных в армию так называемых харидивных евреев в армию прежде чем заняться призывом и вообще менять закон нужно заняться сменой верхушки армейской смены военной 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 прокуратуры сменой прокурор прокуратуры в принципе то есть изменения в в высших чинов которые абсолютно промытый не имеет никаких еврейских ценностей готовы рисковать жизнью своих же граждан ради каких-то надуманных скажем так и дивидендов или и крится похвал со стороны мирового сообщества которого нет и не будет мы об этом уже говорили он каждый раз расследует все больше и больше любое любой шаг наши наши армии соответственно то что мы видим это что они цегали из пяти источников получил информацию о том что был было известно где участники резни 7 октября где не находятся но из-за того что они не принадлежат той или иной организации их было был не было одан приказ их уничтожить удивительно если бы это произошло бы после мюнхенской олимпиады когда бы если бы гольда мэйр бы сказала бы не будем уничтожать их потому что впредь они не нападут у них нету намерений впредь нападать на на евреев они уже убили на олимпиаде все единственно что это было после семью после олимпиады в мюнхене их всю все что их преследовать их террористов когда тогда напали на нашу сборную это бы это преследование до последней минуты их жизни в любви в структуру военной структуры должны уничтожать всех кто участвовал в резне 7 октября и соответственно решение более глобально не должно быть ни одного террориста соответственно ни одного мирного жителя в газе кроме еврейского народа потому что это наша земля это наш народ это это цена жизни наших солдат и соответственно всех их нужно выселить отсюда мы не можем с ними сосуществовать потому что цель главная цель их убивать причем цель это у них религиозно еще одна новость 14 каналу программе по патриоте господин нетаньягу премьер-министр израиля дал расширенное интервью одной из темы этого интервью и соответственно до того как он пришел в студию обсуждалась тема и того что хамас переживает больше всего не за жизни жизни их не их их мы так называемых мирных жителей или их жизни не волнует больше всего что их волнует эта земля соответственно они задали ему вопрос господин это не насколько реально чтобы мы насколько вообще что он думает по этому поводу по поводу территориальной и целостности нашей страны ставится расширение наших границ он ответил достаточно интересно он ответил что на данный момент нереально возвращение еврейских поселений в газу надо отметить что он опытный политик соответственно интервью он не первое дает и подбор слов еще естественно это 14 канал он является правы подбор слов и фраз которую которым он отреагировал на этот вопрос и говорит о том что понятие реальности она естественно переменчиво он не ответил что это невозможно вернуться в газу мне ответил что мы и он не думает об этом или или мог бы сказать что это пас мы поживем увидим не бы сказал нереально то есть реальность меняется это всем известно то что происходило за десятилетия правления господина нетаньягу и любая вещь которая была нереальность со временем становился реальностью вопрос только готов ли наш народ вернуться в газу готовы ли мы осознать что это не неотъемлемая часть нашей нашего народа неотъемлемая часть нашей реализации задач который ставит перед нами всевышний потому что земля израиля живая земля каждый клочок земли здесь он и помогает нам реализовать тору помогает исправить мир соответственно готов ли наш народ сегодня вернуться в газу и это вопрос такой риторический каждому из нас насколько мы готовы воевать за то чтобы вернуться в газу и так и таким же образом пойдет и политическое руководство потому что естественно большинство сегодня более 80 процентов считает что нужно вернуться обратно и еще до начала войны 7 до 7 октября очень много людей думала примерно по 60 процентов было понимание того что нужно уничтожать и террористов и в газ и сегодня более 80 процентов понимает что нужно и бороться с хамасом и с другими террористическим организациям кроме естественно военного руководства которые мы видели как она себя ведет соответственно изменение реальности и то есть на данным в данный отрезок пока идет война естественно может быть это нереально но когда закончится война там и когда расчистится все военное военное руководство как минимум должно быть там военное присутствие естественно нужно возрождать еврейские поселения в газе и не только в газе в гушкатифе и на севере и вы мы видим что происходит на севере и в ливане и в районе ливана и весь север наш на данный момент эвакуирован соответственно без того чтобы мы расширили наши границы без того что мы поняли что это неотъемлемая часть нашей нашего организма живого организма то есть тора еврейский народ и земля израиля это один блок без которого невозможно жить и невозможно существовать соответственно то что изменится в ближайшее время это будет очень очень большие изменения чудесные изменения только мы должны быть к этому готовы то есть донать до 7 октября многие не понимали и не были готовы к расширенной операции в газе после 7 октября естественно все поменялось соответственно мы должны без этих напоминаний о том что это часть нашей земли неотъемлемая часть нашей земли такие вот болезненных напоминаний захотеть этого и соответственно делать максимум для того чтобы вернуться и домой вернуться в газу вернуться в часть ливана в северную иорданию и в иорданию в принципе потому что это все наши наши земли и как говорится как предсказано наши земли в в исторические крица в финальный период расширятся и будут намного намного шире чем это было было как во время еще обвину который заходил в рецепт так и на протяжении всей истории нашего народа полный детальный обзор двух этих новостей можете найти в описании к этому видео подписывайтесь наш канал ставьте лайки делитесь этим видео другим видео с друзьями и с божьей помощью будем сидеть больших чудес нашей прекрасной цветущей стране и в мире в частности если вы интересуетесь новостями израиля вам нравится наш проект хелик у вас есть какие-то идеи пожелания комментарии оставляйте под этим видео хотите стать спонсором нашего канала и складочка спонсорства другие реквизиты подписывайтесь на наш новый телеграм-канал хелик новости израиля будьте здоровы берегите себя близких и до скорых встреч